Ну что, ты мне расскажи пару слов Послевкусие чемпионата России Послевкусие чемпионата России Это Кока-Кола На самом деле Это самый конкурентный Турнир с кимоно в России Который вообще, наверное, проводился Или будет проводиться Потому что нету разограничений На пояса Все-таки, чтобы побороться на России Ты должен отобраться туда Тем или иным способом Многие спортсмены делают по-разному Отбираются за другие округа Но Это тот турнир, где Собираются, наверное, самые топы Топы топов в Москве и на области Был отличный, хороший турнир Где в каждой сетке были Пурпуро-коричневые Черные пояса И по пять схваток можно было В каждом весе получить И это очень прекрасно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Начался чемпионат России по джиу-джитсу Неваза Ситуация отличается сильно от Обычных турниров в бразильском джиу-джитсу На которых я побывал Чем отличаются? Большие перерывы между схватками Всего нужно долго ждать Успеваешь остыть Остыть, остынуть между схватками Что еще нет у нас? Разминочные зоны В общем, обычный турнир Просто с большими перерывами Как успехи? Первый выиграл Сейчас выход из-за полфинала Давай успехов Я, кстати, проебал Это я вырежу Все равно вырежу Все равно вырежу Ну как дела? Нормально Боролся? Я видел, да Во втором кругу борюсь То есть ты первую схватку выиграл? Пропустил Не, ну скажи выиграл Нет, не буду брать Все по-честному Это казахское кимоно Ты не понимаешь? Я не понимаю, об этом и спросил Казахское кимоно Чай, май, барсак Понял Шаромат, шурпак Что, как успехи? Одну выиграл, одну проигрался Скотешилась как будто за третьим Давай успехов тебе Я не буду Я уже не буду бороться Ну, тоже успехов Как тебе? Сложно, очень сложный турнир, ребят Давайте после поговорим Телевидение, да? Ну да, да, телевидение Настоящий? Ненастоящий Как и наш спорт Ну и сегодня, кстати, настоящий спорт Ну да, ну Это интересный влог, ну, который мы выложим Мне кажется, с нами он не будет интересным Следующая схватка, будь, на день Полфинал Я понял, ну ладно, успех завтра Спасибо Я, может, даже сниму твою схватку За 500 рублей Как тебе? Не, ну давай, соглашайся Давай Все, договорились Ну, ты мог, кстати, торговаться Ты мог торговаться, да А так все, мы тебя найдем и схватку снимем Ну и что ты молчишь, я тебя снимаю А сил говорить нет уже Я, кстати, снял твою схватку, давай деньги Ты не захватил? Пока нет, я вот, ну, выбиваю бабло Что? Что ты тащила? За 30% будешь бабло выбивать, помогать мне? Благодаря, у меня деньги Слышь, я тебе работу предлагаю 30% твои, ну, просто Все, договорились Если выиграть, то можно Просто надо ходить и выбивать бабло Все, 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 все Что делать? Я просто, ну, дрища, тряпка Мне приходится соглашаться на такие, ну, тяжелые условия Ты выиграл, Сан? Если мы об опыте Что случилось, расскажи Ну, я печален Блин Не стал со мной, Тимур разговаривать Да, все нормально Судейство, только как обычно Не конкретно в моей схватке А в целом, конечно, пацанам многим Они подпортили Офигенное судейство, как всегда Вообще супер Ну, нет, ну, судейство Тут уже все высказали свое Мне судейство нравится всем Ну, просто супер Я даже не знаю, есть ли в мире турниры С таким клевым судейством Вообще, в принципе Уважаемый Али Каликанов Еще вчера сказал, что Судейство обещает быть Они мне не дали Эдванты, еще проиграл Эдванты же в один За это он проиграл? Да Он выиграет один Эдванты Часто 10 секунд Я встаю, хватаю ему шею Оплатываю ногами, падаю Начинаю делать И время Должны были Эдванты 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 Да, я-то знаю А поэтому и пошел на эту дилетин Помимо судейства В целом Вроде нормально Парни неплохо борются Девчонки Менее неплохо Ну да, есть симпатичные Что вы любите в женской борьбе? В основном женщины Борьбы там мало А женщины ездят Леха, а ты говорил Я не вернусь Я не Леха Я же передаю привет Беляеву Ну расскажи мне еще Что ты рассказать Я в традиционном финале С планированной Ольгой Сейчас посмотрим Надо что-то было поменять Не, еще не про джиу-джитсу Про джиу-джитсу? Не про джиу-джитсу Не про джиу-джитсу Меня дома ждут Замечательные детки Предлагаю привет Своей 10-месячной дочке Дарине 11-месячной уже И соответственно Моим ученикам Которые ждут У меня результаты Я в финале Очень рада Ну про турнир Там что-нибудь Ре-турнир Ре-турнир Предлагаю все-таки Автоматизировать Работу турнира Это не турнир Это чемпионат Я согласовываю За 10 минут Как на чемпионате Мера в БЖЖ Взвешивают И электронное время Когда ты выступаешь Это очень полезная штука Ну Многое решает Ре-турнир 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 Как дела, Эльдар? Как дела, Эльдар? Ну так, смешанные чувства, если честно. Чувство недоделанности. Расскажи, пожалуйста, кто это сделал и зачем? Я не знаю, как это вышло, но это было несерьезно. О, Амир, Амир, тебя позвали бороться. Иди борись. К нам в кадр сейчас попал самый юный фанат бразильского джиу-джитса и его тренер. Это Михаил Михайлович. Здравствуйте. Ну почему ты сегодня не участвуешь? Я документы не подал вовремя, поэтому не участвую. Ну ладно. Хотя мог бы с Беларом побороться. Ну ты вообще ничего не расскажи. Мне же нужно хронометраж набить. Да, но тут видишь, я сегодня выясняю весь день вопрос, почему умалчивается ситуация с дисквалификацией Кайна Дуарте. Здесь тебе об этом не расскажут. Здесь люди вполне компетентные, но они не отвечают за это. Ну он разбил сердце многим поклонникам своим. И не только сердце. Я слышал, он их гард разбивал просто филигранно. Что у тебя еще там нового? А, я видел поезд новый, да? Поезд, да, далее. Ну сейчас буду бороться, стараться искать себе новые вызовы в новом дивизионе. И куда тебя вызывают обычно? Я хочу поехать в Абу-Даби, в какой-то веке съездить в Абу-Даби побороться. А зачем, ну, бороться? Едеть, кайфуй! Нет, я хочу бросить вызов этим пурпурам всего мира. Понял. Ну да, а брось его сейчас, а мы это опубликуем в интернете. Ну, хорошо. Позаткнись, сейчас вызов всем пурпурам. Ну, всем. Подожди, всем. Даже мне. Подожди, не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Ну это, вот пока БЖЖ Фрикс, короче, и ваши кони тихо ходят. До этого у нас была переписка с Мишами, когда я получил коричневый пояс. Это было в декабре. Человек в юбке пришел. Да, человек в юбке, да? Мы с Мишами забились, что у нас будет супер схватка. По-честному. Да, было бы. Face to face. Все, честно, как бы он не отказывается. Видите, у него вот такая вот рука, у меня такая же нога, поэтому все нормально, как бы мы с ним забились первые. Все остальные фриксы там, все пурпур, ребята. Подожди, вы здесь, я здесь. Давайте проведем супер схватку сейчас. Хорошо, давайте так. Турнир закончится, и я готов. Я готов в любое время, в любом месте. Send me location. Если нас допустят, допустят мототами, мы можем побороться с этим. Я договорюсь. Да, я бросаю вызов всем пурпурам, со всеми готов побороться, никому не откажу. В любое время. А ты сам к ним приедешь или им приезжать к тебе? И я буду ездить к ним, они пусть едут ко мне, то есть вообще разницы нет на любой территории. Все. Ну, как по жизни делаешь? Вообще шикарно. Чем, кроме джиу-джитсу, там занимаешься? Проект развиваем вне джиу-джитсу сферы. Красиво живем, хорошо отдыхаем. Ты можешь рекламу сейчас дать. Можешь сейчас рекламу дать на 20 тысяч человек. Да, вот подписывайтесь сюда. А что это такое? Это наш бренд. Сейчас, погоди, у меня на тебя эта фокусировка. Оп. Там есть классные худи с отсылкой к джиу и прострочкой. Короче, вот с этой прострочкой все будут знать, что вы как-то причастны к джиу. Круто. Супер качественно, приемлемые цены. Не для всех, конечно, но... Вы все отборолись, Евгений? Ну, да. Какой результат? Неутешительный. Неутешительный. Я смотрю, вы кимоно сняли. Прямо с первой? Прямо сразу, да. Безутешен я, да. Безутешен. Борьбу хорошую показали? Ну, филигранную. Как оцениваешь? Филигранную, да. Главное, скромность. Ну, я могу долго, да. Я Бэтмен. Короче. Как спортсмен. Я сегодня реализовался полностью. Я отборолся пять минут. Из этих пяти минут я, ну, побывал во многих позициях. Короче, с борьбой мне не задалось. Турнир. Казалось бы, короче, организация в целом неплохая. То есть, хороший спортивный комплекс. Судьи. Ну, судьи. По судням, да, есть вопросы, но, собственно, если ты умеешь бороться, тебя насрать, как он судит. Рычаг свой сделал и уехал домой с победой. Короче, суть в чем. Зал хороший. Все, логистика организована хорошо. Что мы имеем по факту? Опоздание в начале турнира, большие перерывы. Почему? Непонятно. Потому что они, как бы, ну, начали сетку прогонять. Они подряд-подряд в схватки идут. А по факту пацаны там, ну, по полчаса ждут вторую схватку. Не, я... А, я понял, почему это... А я понял, почему это происходит. Из-за того, что вот эти вот утешиловки происходят. Как эта система? Дабл уминашен называется, да, или что? Короче, вот из-за этого дерьма. А так, очень конкурентный турнир. И по составу участников он, ну, реально интереснее. Стоит бороться на Невазе? Однозначно. Однозначно. Я в следующем году приеду. Если смогу отобраться, то я на Россию опять приеду. Вот. Я вчера, короче, проиграл бургеру. Ну, а кстати, до тряпки не доела. Я, короче, согнал двенашку и не смог съесть бургер потом. Но перед этим я съел мороженое, кока-колу, шоколадки две, сырок, чакопаев упаковку, йогурт питьевой, орео в шоколаде двойное и еще какую-то вкусную водичку. Слав, расскажи мне про свое кимоно. Я кимоно без джимани. Лучшее кимоно в мире. В мире? В мире. Есть к чему стремиться или уже все? Нет. Идеально. Это шедевр. Повернись, пожалуйста. Если бы я умел читать рэп, я вообще зачитал. Могу станцевать, но тоже не умею. Что это за прекрасное кимоно? Это кимоно Романа Лукашевича. Так, еще. Сейчас мы в одну штанину засунем человека. Давай, понеслась. Одевай. В одну. В одну штанину влез человек полностью. Ну и как у тебя успехи сегодня? А, у меня нормально. Я выиграл. Пока. Пока. Ну давай. Хорош, хорош. Но организация оставляет лучшего. Я всегда был против сторонников системы проведения схваток. Я за олимпийскую систему. И считаю, что человек, который проиграл, в принципе, не может бороться потом еще и там за третье место. Должно быть два третьих места. И олимпийская система реально выявляет сильнейшего. Они дают возможность побороться кому-то еще и какие-то шансы. Я этого не понимаю. Во-первых, это удлиняет турнир. Создает путаницу. Очень большие промежутки между схваток. Ты уже остываешь, и тебе надо опять бороться. С организацией надо реально что-то делать, менять, понимать меня. И тогда будут другие, другие отзывы, намного лучше и круче. В общем, с прической немного не сложилось. Сейчас немного калькуляцию турнира. Если говорить о том, ну, о Default City, о Москве, условно, в какую цифру обходится чемпионат России, когда его проводят в Питере, и ты из Москвы. Условно, побороться в Москве стоит там порядка 100-120 долларов на турнире всем известных федераций. Если мы берем чемпионат России по Невазе, и едем на него из Москвы, то нам получается следующая стоимость. 4 тысячи билеты. Нам нужно переночевать, пускай еще тысяча. Нам нужно 2 дня поесть, пускай еще тысяча. 6 тысяча. 1200 взнос, 7200. Ну, я думаю, все. То есть, в 7200 нам обходится уже действительно конкурентный турнир. Подводные камни. Какие подводные камни, говорят еще? Мы должны отобраться у себя еще в Москве. Это опять же... А, два раза страховка. Там рублей по-разному. Это 350, по-моему. Вот. Еще нужно отобраться в Москве. Это еще, по-моему, тысячу я взнос платил. То ли 800 в Москве. Ух ты. Вот. Ну и, в принципе, наверное, все. Вот такой экономический, математический расклад на чемпионат России. А по поводу недостатков, ну, мы сами все сказали, все уже все сказали. Вот. Тут уже даже мне добавлять нечего. Мне турнир понравился. Мне не понравилось. Больше всего мне не понравилась, ну, система то, что проигравший может удешаться. Но это, как бы, ни для кого не новость. Это все сильно удлиняет сетку. Вот если бы, ну, не эта фигня, то турниры проходили бы намного побыстрее. Да. Телефон убери, когда рулишь. Ставьте лайки, делайте репосты, скидывайте сотки. Номер карты в описании.